Мы отдаем приоритет земельным участкам под строительство детских садов, школ и спортивных сооружений. Этот муниципальный участок на набережной тоже будет использован строго по назначению. Здесь рядом с бассейном, который перестал функционировать 20 лет назад, построят новый спортивный центр. В центре также откроют секции футбола, волейбола, борьбы и других видов спорта. На подземном этаже будет парковка, рядом разобьют сквер. В этом году будет осуществлено проектирование, эскизный проект будет вывешен на всеобщее обозрение. Это будет пятиэтажное здание только спортивной направленности. То есть никаких здесь жилых помещений, гостиниц, здесь ничего не будет. Представители мэрии побывали и в районе центрального рынка. Пришли к выводу, что под весной пешеходный мост, который активно эксплуатируется, нуждается в ремонте. На самом рынке работают около 500 предпринимателей. Число покупателей измеряется тысячами. Многие туристы приезжают именно сюда, чтобы купить местные продукты. Здесь много всего. Здесь такой товар, которого у нас нет. Поэтому мы зашли посмотреть. Есть и губанские продукты, и напитывание здесь хорошей энергией. Но от местных жителей поступают жалобы на транспортные заторы в этой части города. Решение проблемы есть. Нужно изменить порядок выезда машин с парковки рынка. Они все едут и хотят повернуть сюда. И начинается вот это скопление. Улица узкая, и одна вторая стала, и в итоге затор получается. Это вместе с Горбачевой проработать и транспортную логистику, чтобы лишних ограничений для народа не было. Также обсудили сохранение объектов историко-культурного наследия в центральной части курорта. К примеру, здание, где располагался филиал Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, после пожара в 2016 году срочно нуждается в реставрации, так как находится в гостевой зоне. С учетом того, что пожар произошел, то, согласно закону, вся зона ответственности на ВАИРе и на собственники данного здания. Выдали им охранные предписания, приказы по консервации и дальнейшей реставрации данного объекта. От юридических вопросов перешли к творческим. Глава встретился с активом Народного университета «Время жить». По словам студентов Народного университета, им от 18 до 25 лет. По паспорту, конечно, цифры другие, но студенты открыты для всего нового. Пенсионеры здесь осваивают компьютер, пишут стихи, поют в хоре, устраивают кинопросмотры. Мэр посоветовал привлекать к работе университета как можно больше горожан. Субтитры создавал DimaTorzok